Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Известный во всем Египте суп из листьев растения Малохия когда-то считался уникальным блюдом из-за его целебной силы. Легенда гласит, что целебный суп, приготовленный из этого растения, вылечил египетского правителя в X веке. Благодаря этому Малохию и блюда из нее признали «пищей царей» и готовили ее исключительно для правителей. О популярности Малохии свидетельствуют и найденные в Египте артефакты. Так автор книги «Трежетрофов бенфитэсэнт варьетет за тейбль», а 14 сенчири и джиптян кукбук, «Сокровищница пользы и разнообразия за столом», египетская кулинарная книга XIV века, отмечает, что древние египтяне изображали на гробовых фресках в своих гробницах различную еду, в числе которых были и листья Малохии. Несмотря на то, что растение росло, и сейчас растет, в Египте в больших количествах, обычным людям запрещалось употреблять его в пищу, все-таки, пища царей. Более того, в египетском фольклоре сохранилась история, что один из правителей Египта из династии Фатимидов в X веке запретил употребление вязкого супа из Малохии из-за его предполагаемого афродизиакального действия на женщин. Но в наши дни все ограничения уже сняты, и растение является основным продуктом египетской кухни. Листья стоят недорого, поэтому их может купить любой желающий. Хотя официальным национальным блюдом является кошари, вегетарианская смесь риса, нута, макароны, чечевицы, большинство египтян считают Малохию символом страны. Этот склизкий суп из мелко порезанных листьев обычно едят вечером вместе с рисом, хлебом или мясом. Он также регулярно входит в меню египетских ресторанов. При этом есть разные традиции приготовления и употребления Малохии. В прибрежных городах, например, в Александрии, местные жители готовят суп из листьев и добавляют в него креветки. О сельской глубинке страны блюда подают с мясом дикого кролика. В ресторанах и кафе Египта тоже свои уникальные рецепты приготовления Малохии. В некоторых заведениях сначала три часа варят бульон из костей коровьего хвоста, после чего медленно добавляют мелко нарезанное свежее растение, что касается полезных свойств, благодаря которым, возможно, и вылечился египетский правитель в 10 веке, Малохия содержит витамины САЕ, а также калий, железо и клетчатку. А в прошлом году было опубликовано исследование, которое показало, что листья этого растения могут предотвратить воспаление кишечника и ожирение.